Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас уже во второй раз представитель молодого итальянского бренда D1 Milano. Модель представляет собой ультра-тонкий корпус с невероятно красивым циферблатом. UTBJ34 и предоставил нам ее магазин All Time, который уже более 20 лет занимается продажей оригинальных часов различных брендов, в том числе и бренда D1 Milano. Все ссылки будут в описании. Красивый циферблат, невероятно, здорово себя он ведет еще на свету. Но начнем с корпуса, который, кстати, соответствует названию коллекции. Действительно ультра-тонкий. И здесь еще за счет того, что браслет тоже тонкий, создается такая гармоничная картина, то есть нет какой-то несуразицы. Все вполне себе грамотно сочетается. Сатинирование в основном, разве что на краях безеля мы видим полировку. Задняя крышка тоже сатинирована, тут сиренник у нас. Опять же название коллекции. Японский механизм, итальянский дизайн и 5 атмосфер. 5 атмосфер, это вполне себе такая стандартная водонепроницаемость для подобных часов городского стиля. То есть в них, в принципе, руки можно помыть. Ну а сверху часы накрывают плоское сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Чуть-чуть упирающее над уровнем безеля. Ну вообще и в безеле, и вот в той же головке мы можем, конечно, уловить некоторые известные нам детали знаменитых швейцарских брендов. Но циферблат это действительно нечто новенькое, по крайней мере для нашего канала. Вот это листва, зеленый цвет, необычайно красивая фактура. Узор впечатляет и на фотографии, и вживую. И даже модель называется Fair Green. То есть такой вот хвойно-зеленый, еловый-зеленый цвет. И вот действительно вживую такой оттенок, пожалуй, ближе к светлому. Вполне себе совпадающий с цветом настоящих еловых иголок. И индексы элегантные, тонкие. Здесь у нас все полировано, видно вот прекрасно, когда свет падает и на стрелки, и на индексы. Стиль Doffin у стрелок элегантные. Здесь, как видите, нет ни секундной стрелки, нет окошка даты, ничего лишнего. Мы только наслаждаемся красотой циферблата. Ничего ее не заслоняет. И внутри, кстати, механизм Miota GL24, толщина которого менее 4 мм. Именно это позволило как раз-таки достичь небольшой толщины самого корпуса. Я бы по механизму отметил долгоиграющую батарейку. Она примерно на 5 лет рассчитана, что, конечно, здорово для городского кварца. Ну и, естественно, по настройке, думаю, ни у кого никаких вопросов не возникнет. Выдвигаем головку и меняем положение стрелок, которые, кстати, чувствительно быстро реагируют на движение головки. И бренд этот для нас не новинка. Мы с ним встречались давненько, правда. У нас был дайвер 300-метровый. На секундочку. Ну и очень классно они сели на запястье. Мое он не такое уж большое. 16,5 см в обхвате. Посмотрите, какая элегантность. И браслет. Вот мне он очень нравится. Он такой легкий. Небольшие звенья. Но так они классно облегают. Запястье немножко придется убавить. Правда, тут до 21 см он рассчитан. И бабочка у нас таким образом расстегивается в обе стороны. Здесь, конечно, корпус играет большую роль, потому что всего лишь 40 мм его ширина и 47 мм высота. И так, небольшие габариты, но толщина 6,4 мм. Да. Он не перегружает ваше запястье ни физически, ни эстетически. То есть такие легкие часы кажутся издалека с таким, я бы даже сказал, летним немногохарактером. Свежим. Это, конечно, и циферблата заслуга. 100 граммов они всего весят. Плюс, конечно же, руку не отягощают. Идеальный каждодневный вариант для тех, кто любит выделиться за счет красивого циферблата. Действительно здорово выглядит. Особенно зеленая одежда, я думаю, будет прекраснейшее сочетание. Ну и, в принципе, элегантность позволяет их надевать с кэжуэл костюмами, с рубашками, пиджаками для вечернего выхода. Опять же, конечно, не строгий дресс-код, но вот что-то такое менее деловое. И, конечно же, в первую очередь я выбрал эту модель за счет циферблата. Да, конечно, за счет того, что это новинка, они пришли совсем недавно в Россию, но циферблат действительно меня покорил. Здорово! Особенно учитывая бюджет модели. Здесь действительно над циферблатом постарались. И мне нравится, что бренд D1 Milano не вчистую копирует известные часовые тенденции, а привносит, конечно, что-то свое. Почти полностью сатинированный корпус, немного полированных граней, формы, линии, все выверено, все в целом аккуратненько. Ну а сапфировое стекло, конечно, не может не радовать дополнительной защиты и надежность. И я бы отметил еще цвета. Мало того, что есть зеленый, так еще есть синий, олимпик блю, черный, эшфилд и красный. Бан Ред. При этом линейка сверхтонких часов от D1 Milano. Обладает рядом других любопытных моделей. Не только 40-мм, а еще и 38-мм. И женские версии с 34-мя миллиметрами. Но больше всего мне по фотографии, наверное, пожалуй, лососевый цвет понравился. Тоже необычный. Здесь, конечно, циферблаты и толщина. Это две основных изюминки, благодаря которым данные часы вполне могут приукрасить вашу коллекцию. Ну а доступные цены на них вас ожидают в магазине All Time. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно напишите его в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.